Существует морской закон. Поел и посуду за борт. Но мы с вами не на корабле, мы с вами находимся на улице Солнечная Поляна 111. Стаканы, ложки, вилки, банки, иногда даже кастрюли с кашей. А утрами, примерно в 6 часов, играет симфонию. Железная поварешка бьет по карнизу окон. И так продолжается уже на протяжении 4 месяцев, говорят жильцы этого дома. Сначала заметили, что с 6 этажа кто-то льет что-то жидкое, похожее на суп. Думали шалят дети. А с приходом весны с окон полетели уже кружки, банки и даже курица. Обычную, с которой суп варят. Она выкинула в окно и говорит, чуть по ребенку не попало этой курице. Но это хорошо, что курица. А выкидывала и банки стеклянные, и трехлитровые бутылки, то есть вилки, это же опасно все. Соседи обращались в полицию, но ответ был один. Это не наш случай. Люди говорят, жаловались в администрацию района, но без ответа. Мы обратились за консультацией к юристу. По его словам, правоохранительные органы понять можно. Ведь летящая посуда из окон ни в кого не попала. И не повредила, например, машину. Получается, что полиция включится в дело только после того, как случится несчастный случай. А пока этого не произошло, нужно решить вопрос о психическом здоровье бабушки. А это уже компетенция, скорее всего, все-таки надзирающего органа. Я под этим подразумеваю прокуратуру, которая подает, допустим, исковое заявление о признании ее недееспособной, либо ограниченно дееспособной в районный суд исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц. Простыми словами, соседи пишут коллективную жалобу и идут в прокуратуру. Они, в свою очередь, назначают экспертизу и после принимают решение, признать ли бабушку недееспособной. Известно, что эта бабушка проживает одна, а родственники на ее поведение не реагируют. Однако, после того, как в чате дома появилось сообщение о приезде нашей съемочной группы, бунтарку забрала внучка. По словам соседей, вернут ее через пару дней. Жители дома намерены действовать серьезно, чтобы не ждать, когда на голову прохожим приземлится очередная летающая тарелка. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.